В наше время большой популярностью пользуются истории о зданиях, в которых поселились привидения, особенно если это психиатрическая больница. Однако не все истории о привидениях вымысел. Феномен заброшенной клиники Кингспарк доказывает, что призраки существуют. Эта заброшенная психиатрическая лечебница располагается в Нью-Йорке на Лонг-Айленде. Здание этой клиники очень большое, оно было построено еще в начале 19 века. Больницу для душевно больных людей открыл местный епископ в 1855 году. Одновременно в клинике лечились порядка 10 тысяч пациентов. В народе это заведение называли убежищем лунатиков. Странное название объясняется довольно просто. Во времена работы клиники, чтобы попасть в нее, достаточно было лишь иметь небольшие психические отклонения, одним из которых считается лунатизм. Позже подобные состояния перестали считать патологией, которая требует лечения в психиатрических клиниках. Но когда больница процветала, она применяла для лечения подобных расстройств новаторские по тем временам методы, такие как лоботомия, лечение с зарядами электрического тока и трудотерапия. На больнице Кингспарк ходит много страшных легенд, после прослушивания которых сложно хранить спокойствие. Говорят, что несчастные пациенты, которые не могли терпеть агрессивный персонал и новые методы терапии, часто сбегали из больницы. Все они терялись в лесах, которыми окружена больница и погибали от переохлаждения. Сбежавших пациентов, чьи тела не обнаружили, официально признавали утонувшими в местной реке. Буйные пациенты часто убивали более спокойных, и этому почему-то не могли воспрепятствовать работники клиники. Зато держать эти факты в тайне больница смогла довольно долго. Некоторых активных больных, которые вполне могли быть здоровыми, содержали в подземных карцерах, чтобы они не приносили в круг пациентов революционное настроение и не видели лиц персонала. В 1996 году лечебницу закрыли, и теперь она считается заброшенной. Бытует мнение, что пустующее по сегодняшний день здание проклято. Говорят, что в нем очень много призраков бывших пациентов, которые жаждут мести, заполученные во время лечения душевные травмы, лишь усугубляющие их положение. Призраки сконцентрированы преимущественно в главном корпусе больницы, который имеет 13 этажей. По словам очевидцев, из окон здания часто выглядывают призрачные головы со страдающим выражением лица. Смельчаки, которые заходят туда, долго не могут отыскать выход. Однажды парень, который зашел в главный корпус заброшенной больницы, слышал человеческий плач и видел много ужасных лиц. Он был недалеко от психического расстройства, но, к счастью, все-таки нашел выход. Выбегая из здания, он обернулся и увидел еще одно лицо, рядом с которым была надпись «Внутри зло». Другая группа подростков оказалась менее удачливой. Они долго бродили в поисках выхода и, в конце концов, решили позвонить в полицию. Правоохранители вытащили ребят, а их родителям выписали штраф за проникновение на запретную территорию. Когда-то, зайдя в больницу, мужчина каким-то образом умудрился свалиться в шахту лифта. Любители мистических историй сразу же решили, что это дело рук призрака. А еще был смельчак, который после удачного посещения клиники рассказал об этом своим друзьям и исчез. По его словам, он забрался в темное подземелье, где содержали пациентов в карцерах. Блуждая там, парень думал, что его ноги в воде. Однако, когда он вышел на свет, ботинки были будто в крови. Правда это или ложь, неизвестно, но на фото одного из сталкеров видна действительно похожая субстанция. Местные власти давно уже пытаются привлечь к этому месту инвесторов, но желающих до сих пор нет. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok